Вот, а вот эта книжечка новая, кстати, от Фэн, братьев Фэн, которую вот нам Лена братьев Фэн уже разбирала, тоже была очень необычная книжка, эти ребята выиграли много конкурсов в Канаде, вот, канадские иллюстраторы, я так понимаю, новая книжка, и давайте я переверну вот так вот, чтобы нам видеть полный разворот, И я предвкушаю от бобриков философских дискуссий сегодня, вот, какая-то вещь упала с неба, все жучки, они собрались, сами те, кто прячется здесь, чтобы, ну и стали рассуждать вообще, что это такое, и каждый не мог понять, что же это упало с неба, и все что-то предполагали свое, Посмотрите, какая необычная вещь, лягушка попробовала языком, думала, это какая-то конфета, но нет, она была безвкусная, жучок постарался ее сдвинуть с места, но она не сдвигалась, А этот жучок сказал, нет, она не упала с неба, она выросла как цветок, в общем, в каждой его были какие-то свои доводы Они пошли к самому умному кузнечику, который сказал, что возможно это звезда или комета, или маленькая планета, которая упала с неба Ночью прилетел мотылек и подумал, что это какое-то яйцо, ему нужно тепло И этот мотылек высиживал всю ночь, но ни ковтой из него не вылупился, посмотрите, какой красивый разворот Вот, и посмотрите, как здоровски решают художники эту книжку, то есть все в черно-белое и какие-то вот отдельные цветные элементы Что я хочу сказать, настоящие такие мастера иллюстрации, то есть когда ты видишь книгу и меня не удивляют, почему они взяли там призы и так далее Они создают свой мир, да, вообще настоящие такие крутые мастера Чем они удивительны, да, и чем они отличаются от всех других Что они создают свой мир, который не похож ни на какой другой Посмотрите, в эту книжку можно так прям погрузиться, да, то есть она действительно создаёт свой мир Вот на следующее утро, когда все проснулись, они увидели, что этот предмет, он лежит в паутине И паук сказал, что он попал в мою паутину, то есть он принадлежит мне И никто не мог вспомнить, был ли он в паутине или не был То есть никто не мог с ним спорить, потому что все забыли, как они вообще его нашли И поэтому вот теперь паук сказал, что он, собственно, владеет этим предметом Мало того, он решил построить огромный-огромный парк, где бы этот предмет выставлялся И все походили на него смотреть, а паук при этом брал с них денежку А денежка – это листочек Вот так вот он ещё собрал вот таких светлячков, которые светили в этой очереди И вот эта очередь вся вот так вот Все вот так вот в этой очереди стояли, чтобы попасть в этот парк А в это время паук стал очень-очень богатым Когда уже все посмотрели, он всё равно был богатым и ждал новых клиентов Но в это время случилась катастрофа, совершенно что-то неожиданное Появилось какое-то существо с печью ногами Ногами здесь только написано И забрала этот прекрасный предмет обратно на небо И паук остался без ничего Вот так вот, представляете, вот такая вот нога здесь И все покажки разбежались Паук расстроился, что его чудесного парка не стало Но в это время всю ночь он сидел и думал, и думал, и думал Смотрел на небо И он знал, что там очень много всяческих чудесных вещей, которые могут с неба упасть И тут, так как он был вообще очень креативный персонаж Ему пришла идея Вот так вот он всю ночь плел паутина И он знал, что эти паутины соберут очень много интересных вещей И все эти вещи цветные Они как бы, они цветные, потому что они падают из другого мира А мир насекомых вот такой вот черно-белый Но об этом, кстати, можно порассуждать А вот он стал цветным и окрасился со всеми этими предметами Паук построил огромный-огромный парк И все говорили, что более удивительных предметов и объектов Они в жизни никогда не видели Ну а паук, естественно, был с ними согласен Вот такая история Ну, в общем, как будто окунулись в совершенно какой-то другой мир Вот он Чем больше я смотрю на эту книжку, тем она мне больше нравится Именно этим своим какой-то реальностью Каким-то миром, который совершенно уникальный, да Который хочется еще раз погрузиться Который хочется еще раз погрузиться